15 марта традиционно отмечается Всемирный день прав потребителей. В этом году он пройдет под девизом «Исключить антибиотики из меню». О том, как не очень полезные для здоровья продукты попадают в нашу еду и на какой продукции остановить свой выбор в нашем следующем сюжете. Подхватив вирусную инфекцию, мы не спешим принимать антибиотики. Организм сам должен побороть вирус, декларируют врачи. А излишнее употребление антибиотиков снижает иммунную активность организма. И если в случае затяжной болезни применение таких лекарств оправдано, то потребление их с пищей может нанести тяжелый вред организму. Зачастую мы даже не знаем, какое вещество и в каком количестве содержится в употребляемом нами продукте. Пищевыми продуктами, подвергающимися загрязнению антибиотиками, в основном являются продукты животноводства. Это связано с тем, что антибиотики используются для лечения животных и для того, чтобы животные набирали большой вес за короткий период. То есть это связано с прибылью. Запретить использование антибиотиков в процессе выращивания животных невозможно. Это может привести к вспышкам инфекций. Однако использование антибиотиков не должно быть бесконтрольным. Еще до забоя лекарственные средства должны быть выведены из организма животного. В Чувашии ежегодно проводится исследование продуктов животноводства на наличие пенициллина, тетрациклина и левометицина. Мы провели в 2015 году около 300 исследований. Проб на антибиотики, содержание антибиотиков вообще в продуктах не выявлено. Помимо проб на антибиотики, вся сельскохозяйственная продукция подвергается микробиологическому и физико-химическому анализу. Мы исследовали более 15,5 тысяч проб пищевых продуктов. Не соответствовали. 3% рыбной продукции, 2% мясной и кулинарной продукции, 1,4% проб молочной продукции и так далее. Нехорошая, скажем так, группа – это хлебобулочные изделия. Они не соответствовали по завышенной массовой доле влаги. Не соответствовало почти 9% из исследованных проб. Под особый контроль попадают продукции местных производителей. Ее проверяют досконально, ведь на кону репутация территории, где производится экологически чистая продукция. По данным последних проверок, нарушения были допущены на ряде производств в Козловке и Вурнарах. Сейчас они устранены. К административной ответственности привлечены юридические лица. Такие проверки дают хороший результат. Мы рекомендуем ориентироваться на продукцию чувашских производителей. Мы наших производителей контролируем давно. И когда еще не работал 294 закон, ограничивающий проверки, они у нас контролировались практически ежеквартально. Из 44 проб, не соответствующих фальсифицированной молочной продукции, только 3 – это наших производителей. И при этом содержание растительных астеринов не настолько высокое у них было, как продукции из других регионов. Призвал потреблять продукцию местного производства и глава республики Михаил Игнатьев. В ходе рабочей встречи в Маргаушский район он ознакомился с работой сельских магазинов и отметил скудный ассортимент собственной чувашской продукции. Дарина Игнатьева, Сергей Рябчиков, Республика.